Тема восемнадцатая. Экономика России в приформенное время. Параграф первый. Трудности переходного периода. Отмена крепостного права в 1861 году освободила производственные силы России из-под гнета неэффективной хозяйственной системы, основанной на принудительном труде. По реформенной десятилетии XIX века время быстрого развития экономики и глубоких социальных перемен, сопровождавших переход к капитализму. Уровень развития помещичьего хозяйства в первое десятилетие после реформы падает. Это связано с тем, что переходить на новые рельсы хозяйствования можно было, имея опыт работы с наемной силой, и, что самое главное, капитал. Ни того, ни другого у помещика в большинстве случаев не было. Нужно было время, чтобы адаптироваться к новым условиям. В нечерноземных губерниях земли зачастую продавались. Но покупали их не крестьяне, которые не обладали покупательной способностью, а купцы с целью вырубки лесов или продажи земли по частям. Не произошло в первые переформенные годы значительного расширения производства. Казалось бы, реформа высвободила многочисленные рабочие руки, ожидавшиеся фабрикантами. Но крестьяне не могли быстро освободиться от прежнего состояния. Кроме того, значительное количество фабрик и заводов использовали труд не наемных рабочих, а прикрепленных к этим заводам крепостных. После отмены крепостного права такие рабочие толпами покидали заводы, что приводило к сокращению производства. Еще одна причина задержки развития промышленности состояла в том, что в России не сформировалась кредитная система. Поэтому при отсутствии первоначального капитала у населения правительство должно было вкладывать казенные деньги. Однако выкупные платежи за землю с крестьян еще не составили фонд, достаточный для ускорения развития государственной промышленности. А излишка денег в казне после Крымской войны не было. Наконец, для развития капитализма была необходима широкая инфраструктура, в которой основную роль играл бы железнодорожный транспорт. А в России к 1861 году по существу было только четыре железнодорожных ветки, не обеспечивавшие в полном объеме растущих перевозок. Параграф 2. Железнодорожное строительство. Первой железной дорогой в России была построенная в 1837 году Царско-Сельское, протяженностью 25 верст. Несколько лет спустя приступили к постройке Николаевской железной дороги из Петербурга в Москву. Затем было начато строительство Варшавской линии и впоследствии дороги Москва-Нижний Новгород. Однако казенное строительство стало бурно развиваться лишь в конце 70-х годов XIX века. А до этого времени привлекался частный капитал на самых выгодных для него условиях – 5% ежегодной прибыли. В течение переформенных десятилетий Россия строила железных дорог больше и быстрее, чем другие европейские страны. Железно-дорожное строительство вызвало к жизни новой отрасли промышленности, особенно в металлургии и в машиностроении. Подняло богатство недр, способствовало строительству новых городов. Если в 1861 году в России насчитывалось 1488 верст железных дорог, то к 1891 году 28 093 версты. Особо следует выделить дорогу Рязань-Козлов, которая соединяла с Москвой и Петербургом самые плодородные районы России. Именно она первой дала дивиденды в 8%, а впоследствии в 12%. В конце 1870-х годов начинается строительство дорог в Закавказье, Средней Азии, Сибири. К 1890-м годам была уже построена значительная часть Транссибирской магистрали, имевшая исключительно важные значения для дальнейшего освоения Дальнего Востока. Однако в связи с постройкой железных дорог резко упало значение гужевого транспорта, что сказалось на снижении почти вдвое темпов строительства шоссейных дорог. Параграф 3. Развитие финансовой системы В дореформенное время и в первые годы пореформенного периода в России организованного частного кредита почти не было. Отчасти это объясняется традиционной меновой торговлей, наличные же деньги использовались главным образом в розничной торговле. Характер русской коммерции лучше всего отражали ярмарки, которые вплоть до конца XIX века занимали в ней важнейшее место. Крупнейшая из них летняя Нижегородская ярмарка ежегодно собирала четверть миллиона купцов и была крупнейшей в мире. Помимо нее в середине XIX века существовали тысячи средних и мелких ярмарок, разбросанных по всему пространству России. Существование ярмарок способствовало тому, что в России практически не было развитых банковского дела и кредитной системы. До 1860 года страна обходилась двумя банками, принадлежащими государству, заемным и коммерческим, из которых впоследствии был создан государственный банк. Одной из задач нового министра финансов Рейтерна было развитие кредитной системы, без которой капитализм не мог развиваться в должном темпе. Государственный банк получил возможность производить некоторые коммерческие операции, в том числе право эмиссии, выпуска денежных знаков. В то же время государство стало поощрять учреждения частных банков. Первый из них, акционерный коммерческий банк, возник в Петербурге в 1864 году. К середине 1870-х годов существовало свыше 40 коммерческих банков с суммой основного капитала 350 миллионов рублей. Через 15 лет сумма капитала удвоилась. Помимо названных банков в приформенной России расширилась сеть земельных, городских банков, обществ взаимного кредита, сберегательных касс для привлечения капиталов среднего класса. Причем сумма капиталов в них к середине 1890-х годов достигла 600 миллионов рублей. Активизации банковского дела и относительно бескризисный рост производства привлекал иностранный капитал, составивший к 1880 году 214,7 миллионов рублей. Другая задача реформирования финансовой системы упорядочения государственного бюджета. В 1862 году он становится гласным. В 1874 году впервые удалось свести дефицит бюджета к нулю, а в 1875 году добиться превышения доходов над расходами. В 1878 году российский бюджет составлял 600 миллионов рублей. К сожалению, русско-турецкая война 1877-1878 годов затормозила рост бюджета. Параграф 4. Промышленный переворот. Промышленный переворот, то есть переход от ремесленной мастерской к фабрике, где основная продукция изготавливается машинами на паровой или электрической тяге, процесс долговременный. В России он начался в 30-е годы 19 века и закончился к концу 19 века. Самых значительных успехов достигло текстильное производство, потребление хлопчатобумажных тканей увеличилось в два раза. Почти вдвое возросло и их среднедушевое потребление. Более того, насыщенность внутреннего рынка привела к экспорту текстиля. В отличие от легкой промышленности, успехи в тяжелой промышленности сказывались не сразу. Капиталовложения в нее не приносили мгновенных выгод и поэтому не пользовались популярностью. Освоение Донецкого угольного бассейна сделало возможным ускорение развития металлургической промышленности России. Отечественное машиностроение развивалось под опекой государства, что сказывалось, например, в снабжении железных дорог подвижным составом. К числу механизированных и растущих отраслей народного хозяйства принадлежала и полиграфия. В 1895 году российские типографии выпускали 8,7 тысяч наименований книг общим тиражом около 40,8 миллиона экземпляров, что позволило России занять первое место в мире по количеству печатной продукции на душу населения. В переформенное время в России сформировались основные промышленные районы. Московский, в котором преобладала текстильная промышленность, Петербургский, ставший центром металлообработки и машиностроения, Уральский и Южный, являвшиеся базой металлургической промышленности. Параграф 5. Сельское хозяйство. Сельскохозяйственное развитие России в переформенный период носит переходный характер от одного вида хозяйствования к другому, основанному на капиталистических отношениях. Это требовало современных орудий производства. Покупка их осуществлялась в основном за рубежом, и позволить это могли себе далеко не все помещичьи хозяйства. И тем не менее, в мировом экспорте хлеба Россия занимала в 1881 году первое место в мире. 202 миллиона пудов. То есть за 20 лет экспорт увеличился в три раза. Однако это достигалось за счет распашки новых земель. Характерной чертой по реформе новосельского хозяйства был его предпринимательский характер. При торговом земледелии товаром становились не только продукты земледелия, но и сама земля, и рабочая сила. В связи с этим в сельскохозяйственном производстве складываются регионы с преобладанием той или иной продукции. Например, центрально-черноземные губернии по Волжье превратились в районы зернового производства, а центрально-промышленные губернии стали районами льноводства и мясомолочного хозяйства. Свекловодство было распространено на Украине, виноградарство в Крыму и Бессарабии. Параграф 6. Буржуазия. Рост городов. Традиционное развитие российского торгового капитала привело к его преобладанию над промышленным. Поэтому закономерно считать социальной базой формирования русской промышленной буржуазии купечество. Известные династии русских фабрикантов Гучковы, Коноваловы, Кокушкины, Морозовы, Рябушинские, Зубковы вышли из среды капиталистых крестьян. Однако русская промышленная буржуазия доминировала не во всех отраслях промышленности. В нефтедобыче, химической и добывающей промышленности ведущие положения занимали представители иностранного капитала Юс, Бромлей, Гужон, Нобель. С развитием капитализма росли и российские города. Официальная статистика насчитывала в 1897 году 932 города. Преформенный город рос за счет развития промышленности, транспорта, торговли, то есть был торгово-промышленным центром. Чем крупнее город, тем быстрее были темпы его роста. Чем больше промышленных предприятий и связанных с ними железных дорог, тем стремительнее росло их население. Поэтому старорусские города Новгород, Псков и Владимир остановились в своем развитии в это время, передав эстафету центрам с более выгодным географическим положением, таким как Ростов-на-Дону, Иваново-Вознесенск и другим. Москва в середине 1890-х годов насчитывала около 1 миллиона жителей, в Петербурге того времени 1 миллион 300 тысяч жителей. Третьим по численности населения считалась Одесса, 400 тысяч жителей. Далее шли Рига, Киев. В 80-х-90-х годах XIX века в наиболее крупных городах появились электрическое освещение вместо газовых фонарей, трамвай, заменивший конку и другие технические новшества, символизировавшие научно-технический прогресс. Субтитры создавал DimaTorzok